Доброе утро коллеги с вами Исаков Роман и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар индексов на предстоящий день среда 22 августа и одно из ключевых событий сегодняшнего дня мы видим что bitcoin возобновляет свое восходящее движение но об этом мы поговорим в конце выпуска ну а сейчас пара евро доллар по паре евро доллар тенденция восходящая сохраняется уже на протяжении недели мы подошли к важному среднесрочному уровню который находится в области 1.1627 и вблизи данного уровня может последовать возврат вновь к продажам по данному активу первым ориентиром на текущий момент по евро доллару будет уход ниже минимальные значения которые были зафиксированы вчера по цене 1.1493 после снижения ниже данного уровня можем ожидать возобновления нисходящего движения с целями до 1.1268 ну и далее уже на 1.11 в рамках более крупного тренда по паре британский фунт американский доллар также сохраняется тенденция восходящая на текущий момент цели роста это область 1.30 а возврат к продажам будем рассматривать в том случае если у нас может закрепиться ниже минимальные значения которые также вчера были зафиксированы после коррекционной формации которая была в середине дня это область 1.2808 после преодоления данного уровня мы будем ожидать продолжение также нисходящего тренда с целью снижения до 1.2574 по паре американский доллар канадский доллар сохраняется тенденция нисходящая на текущем цели по снижению это область 1.2949 возврат к покупкам будем рассматривать в том случае если пара сможет закрепиться выше максимальные значения которые были зафиксированы вчера по цене 1.3055 по паре американский доллар японская иена сохраняется тенденция нисходящая вчера закрытие рынка произошло выше чем открытие это может говорить о некой остановке в том нисходящем движении которое у нас было но тем не менее пока тренд не меняется в рамках часового таймфрейма и цели по снижению этого 109.46 возврат к покупкам будем рассматривать в том случае если цена уходит выше отметки 110.55 максимум вчерашней торговой сессии по паре австралийский доллар американский доллар на текущий момент тенденция восходящая также сохраняется напомню как и по всем инструментам которые мы сейчас смотрели на текущий момент провладает коррекционное движение и точно так же по австралийцу вблизи отметки 74 мы можем ожидать также возобновление нисходящей тенденции ну и в текущий момент мы видим попытку снижения в том случае если австралийцу удастся закрепиться ниже уровня 73 31 это минимальное значение которое было зафиксировано вчера то в этом случае будем также ожидать возобновление продаж с целями снижения до 71 95 ну и соответственно дали уже на 71 и 70 ровно по паре еврофунт сохраняется на текущем тенденция восходящая цели роста это движение в область 90 37 возврат к продажам будем рассматривать в том случае если еврофонд сможет закрепиться ниже минимальные значения вчерашней торговой сессии которые были зафиксированы по цене 89 48 а золото на текущий момент продолжает свое движение восходящие коррекционное подошли к среднесрочному уровню который находится в области 1198 долларов за тройскую унцию и также вблизи данного уровня может последовать отбитие и возобновление вновь продаж но напоминаю что всегда нужно дожидаться подтверждения как в данном случае а который может послужить пробить минимума вчерашнего торгового дня который был зафиксирован по цене 1187 нефть марки brand продолжает свое движение восходящие цели роста это движение выше уровня 73 60 в том случае с цена по нефти уходит выше данной отметки то можем ожидать возобновление роста с целями до 75 18 то есть тенденция может поменяться и в среднесрочной перспективе ну а пока данная тенденция сохраняется в рамках среднесрочной информации который мы можем видеть примеру на четырех часов таймфрейме а нисходящая пока мы не ушли выше данного уровня данная информация сохраняется а по индексу dax на в начале этой недели мы увидели уход выше максимальной значений которые мы видели 16 августа эта цена в области 12 270 что в рамках числа таймфрейм нас приводит фазу восходящего движения следующей цели роста это уход выше отметки 12464 и движение далее по направлению на двенадцать тысяч семьсот пятьдесят один возврат к продажам а значит и начало коррекционного нисходящего движения по индексу dax будет в том случае с нас может закрепиться ниже уровня 12 тысяч двести восемьдесят восемь ну и а bitcoin на сегодня мы преодолели область сопротивления которая была на уровне шесть тысяч пятьсот шесть тысяч шестьсот долларов за один биткойн что в рамках а числового таймфрейма нас возвращают фазу восходящего движения выходим и вот из этого боковика который у нас начиная с 9 августа был сформирован по биткоину из текущих уровней можем ожидать возобновления роста с целями до 7215 ближайшая цель и далее уже на 8 и 10000 соответственно ну а возврат к продажам значит и на продолжение снижения в область 5800 и 5000 ровно по биткоину мы будем ожидать в том случае если цена сможет уйти ниже области минимальный значение которое было зафиксировано вчера в области 6195 и так коллеги всем спасибо за внимание с вами был саков роман как всегда напоминаю что если вам нравится это видео то не забывайте ставить лайк подписывайтесь на канал миромаркет нажимайте на колокольчик чтобы получать уведомления о новых видео и если у вас остались вопросы пишите и в комментариях к этому видео всем спасибо за внимание и до свидания спасибо за субтитры Алексею Дубровскому